Дорогие друзья, с вами снова Елена и наши уроки Фэншуй. Наконец-то дошло руки до гороскопов и мы продолжим изучать ипостаси близнецов. В частности, сейчас мы будем разговаривать о женщине-близнеце. Те мужчины, которые мечтают жениться на гареме одновременно, могут себя потешить тем, что жениться просто на женщине-близнеце. Поскольку она многолика, у нее есть пять ярко выраженных масок. Даже одна женщина в разные периоды своей жизни и при разных обстоятельствах может радикально меняться. И такое ощущение, что вы свою супругу даже и не знаете. Поэтому для тех, кто любит все время неожиданное, свеженькое, неординарное, вам нужна женщина-близнец. Если же вы консервативны и привыкли к более размеренному жизни, женщины-близнецы вам не подходят. Она может быть одновременно мягкой, потом стать непреклонной. В любом случае, это исключительно умная женщина и эрудированная. Поэтому глупым мужчинам, которые не развиваются, им вообще женщины-близнецы не показаны. Собственно, они к таким и не тяготеют. Она мягкая, покладистая. А самое главное, у нее исключительно развита фантазия. Но для того, чтобы не забегать вперед, рассложим все поэтапно. А вы, дорогие женщины-близнецы, когда будете слушать характеристику своего знака, в частности, вашим образом или маском, который периодически попадает на ваше лицо, уделите особое внимание. В любом случае, есть женщины-близнецы, которые четко остаются в одном образе и редко из него выходят. А есть более гармоничные женщины, в которых все их пять лиц присутствуют периодически, напоминаю, в тех или иных обстоятельствах. Ну, в принципе, прелюдия сделана. Пора переходить непосредственно к изучению глубинному женщин-близнецу. Женщину-близнеца не соблазнивши обычными земными радостями. Ее это мало интересует. В силу этого, скорее всего, ее не соблазнишь заниматься чем-то серьезным, стабильным и монотонным. В глубине души эти женщины исключительные романтики. И по большому счету, в силу их романтичности, они обладают исключительной страстностью. Но страстность духовная. И возвеличена в такие, можно сказать, рамки, что некоторых мужчин они могут просто обжечь. Поэтому мужчинам меланхоличного характера женщины-близнецы не подходят. Поскольку она может продемонстрировать такой страстность, что не каждому мужчине это будет по плечу. Поэтому, в общем и целом, это достаточно романтическая женщина. У нее очень серьезно развита фантазия. И вообще, что интересно, у нее всегда, невзирая на то, что она живет среди нас и в обычной земной рутинной жизни, она при этом в уме имеет свой идеальный мир. И то, что у нее происходит при земных обстоятельствах, все время сверяется с ее идеальным пониманием мира, какой она себя видит, к которому она стремится и так далее. Конечно, разочарование ее в этом смысле подстерегает, безусловно. И вот этот ее романтический образ, который она создает, ее толкает и на выбор людей соответствующих, и на выбор дел, которые она делает. Напоминаю, что людям, у которых развита мечтательность, фантазийность, совершенно не показана обыкновенная рутинная работа. Поэтому близнецы от нее скучают исключительно и проявиться никоим образом не могут. Но это все равно, что белку, которая привыкла жить в лесу и заниматься своими свободными полетами с дерева на дерево, поставить в беличье колесо, где она бегает по кругу и особого удовольствия не получает. Вроде бы как будто бы в движении, но движение это и располагает ни к фантазии, ни к полету души, ни к мыслям. Вот точно так же и близнец, зажатый в рамке рутинной работы. Это не свободная белка свободного полета, а обыкновенная белка, бегущая в беличьем колесе. Ни радости, ни воздыхания, одно только мучение. Любовь с женщиной-близнецами обещает вам массу острых ощущений. Причем вы до конца не будете уверены в исходе вашего романа, поскольку она может поменять к вам отношения в течение дня несколько раз, не говоря уже на более длительном периоде жизни. Что происходит с женщиной-близнецами? Чем она юнее, тем больше у нее романов и тем более легкомысленно она к ним относится. Не потому что она такая доступная, абсолютно нет. Просто для нее любовные романы – это игра, познание той фантазийной, мечтательной, романтической части ее жизни. Но где она ее будет получать среди обыкновенных трудовых будней? Это негде. Поэтому, естественно, что эмоциональная часть является для нее компенсацией ее вынужденного пребывания в монотонном состоянии. Поэтому, дорогие мои друзья, романов заводит достаточно много и просто упивается вниманием со стороны мужчин только потому, что ей это необходимо. Для нее ничего не важно из категории земного, то есть вот эта карьера, такая в ярко выраженном виде жить для карьеры. Все, конечно, и близнецы, они амбициозные, но они не будут свою жизнь и урезать себе только потому, что им нужно вырасти по карьерной лестнице или заработать кучу денег, поставить их во главу угла, к ним стремиться. Для них романтическая и чувственная часть жизни гораздо более важна. Поэтому, если эти женщины любят, они весьма это делают страстно, неординарно, а самое главное, непредсказуемо. И мужчина всегда сидит как на пороховой бочке, так до конца и не уверенна в том, куда же его все-таки вынесет. Потому что женщина-близнец сама иногда не может контролировать свои эмоции, соответственно, не может это обещать и своему партнеру. Многим мужчинам женщины-близнецы кажутся бессердечными. Связано это с тем, что в одну минуту восхищение искренне вашей персоной может у женщины-близнеца обернуться едким сарказмом или какими-то весьма нелицеприятными замечаниями. Многие мужчины все воспринимают за чистую монету и, соответственно, весьма оскорбляются. Все это напрасно. Дело в том, что перед вами женщина-воздух, а она переменчива, как погода вокруг вас. Налетело облачко, и ей показалось, что у вас достаточно недостатков. Дело в том, что идеальный мужчина, который она нарисовала у себя в голове, он фактически на земле еще не родился. Поэтому, когда у нее более-менее нормальное состояние души, она в вас видит одни достоинства. Как только ветер поменялся, она начинает видеть вас в недостатке. И упоительно, совершенно искренне говорит и о том, и о другом, в зависимости от своего настроения. Поэтому, зная за человеком такую историю, вот вам первый урок из жизни, может быть, не надо оскорбляться. Не обращайте на это внимание. Если вам эта женщина дорога, помните, что она просто переменчива, но это не значит, что она вас не любит. Я напоминаю, что женщины-близнецы большие фантазерки. И там у себя в голове они рисуют идеальный образ мужчины. Поэтому, глядя на очередного кандидата в своей жизни, они отдают должное его достоинство. Но обязательно у них, говорят, бочка меда будет испорчена ложкой дегтя. Но, допустим, он плохо танцует. Вот это будет обязательно ложкой дегтя. У женщин-близнецов не бывает все время мед. Они так сложены, что у них обязательно самое лучшее будет испорчено каким-то недочетом, который им будет лезть в глаза и, собственно говоря, мешать им жить. Это их структура, и это, собственно говоря, делает их жизнь достаточно неприятной в этом смысле. Помните, что мужчина-идеал, он находится только в вашей голове. И, по всей видимости, он даже еще не родился и родиться не может, поскольку таким идеальным мужчины не бывает. Если он прекрасно разбирается в музыке, он может плохо знать математику. Это бывает так. Если и то, и другое ему удается, он, допустим, не может быть летчиком, а вам того хочется. Вам хочется, чтобы ваш мужчина был во всем универсален, самый прекрасный, самый хороший. Поверьте, вы просто завышаете планку. Близнецы умеют фантазировать безудержно и создавать такие идеальные миры, которых нет на всем белом свете. Им, конечно, было бы неплохо быть литераторами в смысле фантастики. Там их равным нет. А научиться по отношению к обыкновенным мужчинам быть более лояльным и перестать не вкопаться. Потому что все-таки давайте кушать мед и постоянно не портить его ложкой дегтя. Почему считаются близнецы легкомысленным знаком? Дело в том, что, еще раз напоминаю, они очень увлекаются очередной персоной. Допустим, вот ей нравится, чтобы мужчина, еще раз, хорошо знал математику. И вот когда она уже встречается с кем-то, а вдруг перед ней возник идеальный математик. Близнец может бросить своего предшествующего партнера и потянуться к тому, что она нарисовала в своем идеальном образе. Ее это поманило. Или ей, например, исключительно нравится танцор. Она будет тянуться к танцорам. И в юности она может спокойно менять одного партнера на другого в поисках своего идеального мужчины. Не все одинаково. Вот некоторые говорят, вот вы сказали, оно так или не так. Дело в том, что я даю общую канву. В нее попадают кто одним пальчиком, кто целой ступней, кто целым телом. Когда вот люди говорят, что да, это похоже, это не похоже и так далее. Общая канва. Ищите точки соприкосновения. Быть такого не может, если вы соответствуете этому знаку зодиака, чтобы вы не нашли в себе соответствующих черт. Может быть они проявляются косвенно или не каждый день, но они в вас присутствуют и непременно. Потому что если мы рождаемся под этим знаком, так или иначе планеты нас наделяют этими чертами. Уж как мы ими пользуемся. Хорошие это черты или нехорошие черты, тут придется разбираться вам. Во всяком случае усредненная характеристика касаемо знака зодиака касается любого представителя. Это уже, как говорится, сложившийся факт. Итак, наши женщины-близнецы достаточные фантазерки. А в любовных романах они находят как раз ответ своим чувствам. И напоминаю, что если предпочесть, они не будут заниматься любовью ради любови. Они не ходят в мир любви, как на работу. Для них очень важно, чтобы запело их сердце, чтобы раскрылась душа, чтобы этот человек был приятен с точки зрения чувств. А уж потом, как говорится, все остальные радости совместной жизни. Вот такие у нас женщины-близнецы. Если бы заглянуть в душу женщины-близнеца, мы бы увидели, что внутри нее происходят постоянные конфликты интересов и чувств. Но редко женщина-близнеца, особенно воспитанная, выдает это на глаза. А вам она кажется милой, веселой, умной, жизнерадостной, полной веселья. Это ее внешняя сторона подачи людям. И это абсолютно правильно, потому что кому интересно знать, какое противооборство приходит чувство внутри этой женщины. Об этом знает только она. Но все это, дорогие мои друзья, связано с тем, что невозможно оказывается смириться с тем, что мир не соответствует идеалу. Либо чуть-чуть приземляемся где-то в средней полосе, так сказать, и не мучаем себя тем, что мир не идеален. И не фантазируем о том, от чего не может быть. Надо воспринимать действительность такой, какая она есть. Да, она не так красива, как это у вас в голове. И мужчины не такие прекрасные. Принцы в серебряных латах, которые спешат, так сказать, к месту вашего заточения, чтобы вас спасти и унести в мир любви. Ну, не такие они. Ну, тогда давайте все-таки находить больше положительного в людях, чем отрицательного. Для женщин-близнецов у меня есть один маленький совет. Развивайте в себе терпение и стабильность. Эти два качества вам очень сильно помогут в жизни. Не все получается так, как, напоминаю, в вашем фантазийном мире. Это просто розовая мечта, к которой надо стремиться и, собственно говоря, как бы совершенствовать себя и окружающих по возможности вокруг себя, для того, чтобы приблизить к идеалу. Но идеальных людей не бывает. Поэтому запасайтесь терпением и больше стремитесь к стабильности. Дорожите тем, что имеете, и не меняйте коней на переправе, потому что неизвестно еще, кого вы приобретете взамен потерянного человека. Поэтому, дорогие мои друзья, это касается не только личных отношений, но выбора работы и отношения к ней. Будьте внимательны. А теперь мы переходим непосредственно к описанию тех масок, которые перед нами предстоят женщины-близнецы. Первая поста женщины-близнецы – идеальная жена. Если в мужчине совпадают духовные, телесные, физические качества, то, соответственно, для такого мужчины женщина-близнецы может быть идеальной женой. Она подстроится под все требования мужчины, которые он ждет от женщины. Она у вас совершенно в этом плане универсальна. Чтобы он не хотел в своих мечтах увидеть, ему женщина-близнец это обязательно предоставит. Она будет ему верна, но взамен она потребует такой же точной верности. То есть это совершенно универсальная женщина, которая может быть для вас и роковой, и любовницей, и кем угодно. И при этом прекрасная хозяйка и всем насилием. То есть тот, кто вытащил счастливый билетик такого рода, тот, в принципе, будет сильно доволен своей женщиной-близнецом. Я напоминаю, что женщины этой категории, они фактически идеальны. Они никогда не упрекнут мужа, если они попадут в темную полосу нестабильности материальной. Им даже, можно сказать, интересны эти ситуации, выходить вместе со своим супругом. Они всегда подставят руку помощи и свое надежное плечо, дадут дельные советы. Во всяком случае, в трудные минуты они никогда не бросают своего партнера и оказывают ему всяческую поддержку. Они обладают великолепным вкусом во всем, что касается их внешности, интерьера в доме и любого другого вопроса. Они нежные, преданные, ну, в общем, сказать, одни из самых таких приятных женщин во всех отношениях. Внешне при этом эти женщины выглядят весьма легкомысленно, очень любят путешествовать, все время об этом мечтают. Но не думайте, пожалуйста, не выдавайте им ярлыков, если вы их просто не разглядели внутри. Это одни из самых надежных, самых верных, самых прекрасных спутников для жизни. А нам пора перейти ко второй маске женщины-близнеца. Итак, вторая маска женщины-близнеца. Это очень независимая, циничная и саркастичная особа. Это полная противоположность идеальной жене, о которой была заявлена ранее. Эта женщина все время своему супругу бросает вызов в интеллектуальном, а самое главное в словесном споре. Внутренне, где-то в глубине души, она хочет, чтобы вы выиграли эту баталию словесную, но виду никаким образом не подает. То есть, постоянно словесные перепалки, достаточно неприятные замечания в адрес супруга. И весьма она, конечно, можно сказать, не очень съедобна в домашнем хозяйстве. Если это у вас образ периодически женщины-близнецы, то его еще как-то можно вытерпеть. Если вы эту свою маску делаете главной в общении с мужчинами, то в бою, что о вас никто доброго слова не скажет. Поэтому очень неприятная часть близнецовской женской натуры. Пожалуйста, ваши язвительные замечания, ваши саркастические выпады, ваши унизительные образы, которые вы присваиваете своему ближайшему партнеру, рано или поздно могут разрушить ваши взаимоотношения. Поэтому не надо тягаться ни с кем в словесных спорах, не надо устраивать эти дуэли, не надо возноситься интеллектуально над менее интеллектуальными людьми. Мы не для диспутов собираемся под одной крышей. И живите мирно, добро, счастливо. Не очень приятная особо и не очень приятная маска женщины-близнеца. Это была маска номер два. Следующая маска, которая может пасти женщину-близнеца, это называется близнец в депрессии. Значит, посуда не мыта, полная прострация, никакого желания заниматься домашними делами. А когда ее спрашивают, чем она занималась, она мечтала, раздумывала, курила. Вот примерно ее основные занятия в этот период. Значит, к обеду могут быть поданы супругу консервы, даже может быть не открытые, это не важно. Ну, то есть, она устала от жизни, у нее депрессия, весь мир разойдись, ей плохо, она не в гуморе. Вот примерно как выглядит эта маска женщины-близнеца. Причем, что интересно, при полной апатии к хозяйственным делам, которые ее совершенно не греют, на которые она не может себя сподвигнуть, она остается прекрасным собеседником, очень энергично может заинтересоваться вашим проектом, у нее весьма могут сразу в голове зароиться всякие планы. То есть, как бы фантазийная часть этой женщины прекрасно работает. Она остается помощником во всех интеллектуальных делах, а вот физическая часть ее жизни, то есть, вот эта элементарная хозяйственная, приходит у нее из рук вон плохо. Она при великим удовольствием среди кучи грязной посуды продолжает развивать свою интеллектуальность, много читает, много мечтает, много фантазирует и ничего не делает вокруг себя. Самое главное, дорогие мужчины, даже если периодически у вашей идеальной жены и близнеца вдруг возникают такие периоды, имейте, пожалуйста, такт и не нападайте на нее в эти периоды. Ну, а если это ее естественное состояние души, то я могу вам просто посочувствовать, вам явно не повезло. Несколько это, напоминаю, скрасится ситуация тем, что вы все-таки будете в доме иметь приятного собеседника, если вам это нужно в обмен на неприготовленный обед, то вы будете вполне счастливы. Еще маленькое дополнение к тому, что я вам сказала. Женщины подобного типа, или когда у них такие периоды, тратят большое количество денег и весьма на бездумные вещи. Это как раз вот свойственно этой группе женщин. Поэтому есть такое. Еще. Они очень легки на подъем, и им можно в любой момент предложить уехать по горящей путеке. Вот, например, вот вы узнали, через час ваша женщина-близнец уже в полной пикировке, невзирая на разруху вокруг нее, на неубранность и прочее, уже собранная, готова лететь с вами куда только угодно. При этом ее совершенно не волнует, где останется кот, которого надо кормить в это время. То есть она даже об этом не задумывается. Или какие-то такие рыбки, кто их будет кормить. Ну, это я вам или там попугаю, кто будет оказывать первую необходимую пожизненную помощь. То есть вот женщины-близнецы этого типа весьма легкомысленно в этих вопросах. Но зато их можно спозвыгнуть на любую горящую путевку, в любой конец земного шара. Им все равно, куда лететь. Они с вами полетят и на северный полюс в купальнике, лишь бы куда-то лезть. Следующая маска – это любящая мать. О чем идет речь, дорогие мои друзья? Дело в том, что женщина-близнец, мать весьма уникальна. Ее дети очень самостоятельны. Почему это происходит? Да потому что женщина-близнец достаточно мало занимается своими детьми. Она для них становится прекрасным другом. У нее есть свойство, что дети так или иначе начинают ей подражать в виде ее прекрасных качеств и прочих. В отличие от других мамочек-наседок, близнецы этим не страдают и вообще не очень-то позволяют жизни детей внедряться в ее свободу, в ее действия и прочее. То есть жизнь детей и ее жизнь идут как бы параллельно. Но ее дети ею горячо любимы при этом. Это не то, что кукушка подбросила яйцо кому-то и ей все равно. Но когда становятся во главу угла ее дела, они превыше, так сказать, детских. Вот такая вот история. С подростками она всегда находит общий язык, становится для них наперстницей, другом. С ней всегда можно поговорить. Она очень мила, жизнерадостна, прекрасна. От нее исходит веселье, добродушие. Это вот такая вот маска близнеца матери. Вы понаблюдайте за своим характером, быть может, вы сейчас узнали и помните, что ничего плохого в том, что вы не сидите и не хлопаете крылья над детьми, нет. В нужную минуту вы всегда оказываетесь с ними рядом и это дорогого стоит. Ну, а то, что вы предпочитаете свои дела, так сказать, тому, чтобы дети вмешивались своим распорядком, ну, это в общем и целом ваше свойство. Однако, ваша семья по-прежнему считает вас идеальным. Следующая маска, самая прекрасная у женщины-близнецов, достойное упоминание, это светская лица. В этой ипостаси она прекрасный знаток сервировки, расположение свечей, что как правильно поставить, устроить светский раут, обустроить какой-нибудь прием для высокопоставленных людей. И это она все умеет, все выходит замечательно и прекрасно. Вот, читатель высокого искусства, театра, классической музыки. То есть, это человек, который великолепно себя чувствует в этом мире, в мире прекрасного, причем с большой буквы этого слова. Кроме того, она супер женственна, то есть, чувственная женщина, мечта поэта. В общем и целом, одна из прекрасных ипостасей и масок женщины-близнецов. Как правило, у таких женщин-близнецов еще есть творческий какой-то талант. Они могут написать хихи в дню рождения своим знакомым. Предпочитают дорогую одежду и дорогие духи. Но их просто хочется одевать в бархат и шелка. Они как будто созданы для этого. Поэтому мужчины состоятельные, которые приобретают такое сокровище, денег на них не тратят. Им просто идут и к лицу дорогие вещи и дорогие парфюмы. Итак, мы поговорили о пяти перевоплощениях женщины-близнеца. Чего-то от этой маски одно или другое у вас будет больше или меньше. Периодически, как в калейдоскопе, в любой женщине-близнеце будут просматриваться те или иные черты. И по очереди она будет одевать то одно, то другое, то третью, то четвертую, то пятую маску. Тем они, собственно, и удивительные. Я вам говорила, что тем мужчинам, которые мечтают жениться на гареме, вполне будет достаточно одной женщины-близнеца, которая перетекает из одного состояния в другого и чувствует себя совершенно естественно во всех этих ролях, о которых мы говорили. Ну а вам, дорогие женщины-близнецы, я могу пожелать счастья и удачи, поскольку вы скроены совершенно уникально и неповторимо. И во всем знаке зодиака вряд ли найдется что-то подобное вам. С вами была Елена. Хотела с вами уже попрощаться и даже попрощалась, дорогие мои друзья. Но поскольку все-таки женщина-близнец достаточно многокранна, и у нее бывает очень много неприятностей в жизни только из-за того, что ее взгляд на вещи иногда, собственно говоря, настолько розовый, что она теряет канву и привязку к житейским вопросам. Я больше сейчас обращаюсь даже не к ней, а к мужчинам, которые живут с женщинами-близнецами. Я вас очень настраиваю на то, что вам исключительно повезло, и вы должны быть более лояльны и нежны со своей женщиной-близнецами. В любом случае, какой бы она типажа ни была, это по-прежнему очень легкая женщина в обращении. Она прекрасный друг, товарищ и брат. Она с вами разделит все ваши трудности, все ваши проблемы. Более того, она, можно сказать, природой создана в некоторой степени для решения этих проблем. Но найдите еще, пожалуйста, женщину, которая не боится, например, устраивать в доме ремонт. При этом даже смотрит на это как на творческий процесс, который изменит окружающую среду вокруг нее. Ее не страшат ни кучи мусора, которые возникают. Для нее это лишь этап к достижению более комфортной и красивой жизни. Она очень легка в подъеме, если вам нужно поменять место жительства. Она никогда не будет вам препятствовать и с удовольствием поддержит вас. Она, если вы задеетесь, например, открыть какой-то новый проект, обязательно прислушивайтесь к ее мнению, поскольку ее советы весьма отдельные. Помните, что близнецы это символ разума. И невзирая на такое несколько легкомысленное отношение к жизни, как кажется многим знакам, ее советы достаточно весомы. Поэтому с женой-близнецом очень правильно было бы даже организовать собственный бизнес. Близнецы буквально нутром чувствуют бизнесовую вот эту вот струю. И не столько, как земляные знаки, они ее просчитывают и планируют. У них это буквально как бы дары с небес. Они очень чутко реагируют на малейшие изменения в бизнесе и видят, как построить его со знаком плюс. Поэтому в данном случае бизнес с близнецами, как правило, всегда успешен. Вы прекрасно понимаете, что женщина-близнец, можно сказать, рода талисман для ваших дел, для вашей семьи. Поэтому в данном случае можно прощать ей некоторые ее недочеты и недоразумения, которые могут безусловно возникнуть. Напоминаю, скорее всего все трения будут из-за того, что она вам будет казаться легкомысленной. Но ведь дорогого стоит женщина, например, которой вы сказали, что вы пошли на рыбалку, и она вам поверит на слово. Не потому, что ей наплевать, были вы на той рыбалке или нет. Абсолютно нет. Она склонна вам доверять. И такого же доверия потребует от вас. Женщина-близнец. Говорят, что близнецы вообще это один из самых непривязанных к браку как таковому, как вот семейному очагу знака. Почему я так говорю? Потому что все время кажется этому знаку, что рядом с ними находящиеся люди не идеальны. И, соответственно, идеал где-то находится в стороне. Достаточно просто осмотреться. Невоспитанные близнецы или близнецы, которым не разъяснили прописные истины, что семья дорогого стоит. Те, конечно, могут постоянно пускаться в амурные приключения. Но женщина-близнец изменит вам только тогда, когда поймет, что либо, не дай бог, вы ей изменили, этого она, конечно, не простит, ответит вам тем же. Либо вы не растете. Потому что духовная сторона жизни у женщины-близнеца, она возведена во главу угла. Бесполезно привлекать ее с сексуальными своими возможностями, поскольку секс, как и для любого человека, важен, но для нее он вторичен. Она ищет мужчину, который будет ей другом, любовником и наставником одновременно. То есть, будучи человеком весьма интеллектуальным, она, такого же мужчину, ищет себе партнера, это безусловно. И где-то в глубине души готова признать, что вы даже интеллектуальнее ее. То есть, ее прельстит ум выше ее. И, соответственно, такого мужчину она будет не то что любить, а боготворить. Глупцов, не умеющих разговаривать, она вообще за людей не почитает. По одной простой причине, дорогие мои друзья. Помните, что это знак ума, интеллекта, разума. Поэтому, соответственно, приоритеты расставлены в следующем порядке. Вы должны быть умным, духовным человеком. Ну, а уже в последнюю очередь, обо всем земном. В обратном порядке никак с женщиной-близнецом не получится. Еще один совет, дорогие мои друзья. Женщина-близнец представляет собой существо весьма деятельное, активное. И некоторым мужчинам кажется, что она самодостаточна, не обязательно проявляет инициативу. Женщинами-близнецами, хоть на моменте ваших встреч, хоть на моменте вашей жизни, помните, что невзирая на то, что они кажутся вам не нуждающимся в вашей помощи или в ваших решениях, ничуть не бывало. Женщины-близнецы ищут мужчин, которые умеют быть мужчинами, которые в решительный момент все-таки принимают ответственность на себя. И на моменте ваших свиданий тоже, пожалуйста, будьте поактивнее. Не забывайте, что ведущую роль женщина-близнец все-таки отводит мужчине, если он настоящий мужчина и ждет от него все-таки каких-то весомых шагов. То есть мужчина рядом с ней пусть не расслабляется, она с удовольствием пойдет за вами, если поймет, что вам есть куда ее повезти. Еще парочку советов. Если вы все-таки пустились на длительное взаимоотношение с женщиной-близнецами, подумайте, пожалуйста, о своей эрудиции, о том, что вы ее будете постоянно расширять. Поскольку женщина-близнец, достоинство своего мужчины, проверяет и в плане бесед. Если вы в беседах будете проигрывать, если вы будете наталкиваться на то, что сфера, которую поднимает для беседы ваша избранница, вам чуждо, вы в них плаваете, и вам нечего сказать, это пойдет вам в недостатки. И женщина-близнец не сможет это пропустить мимо ушей, даже потому, что она обращает внимание на подобные вещи. Поэтому обкладывайтесь книгами, проявляйте мастерство эрудиции, так что вам придется над собой поработать. Еще один момент, который никогда нельзя забывать. Поскольку женщина-близнец в знак воздуха, ее нельзя спеленывать и держать в четырех стенах. Не сдерживайте, пожалуйста, ее свободы. Не надо ее постоянно разглядывать в призму, не надо ее обижать недоверием. Помните, если вам ваши партнеры начинают изменять, только сугубо потому, что вы к этому крепко приложили руку. Не возбуждайте эту ситуацию досрочно. Если ваш близнец отлучается по своим делам, имейте уважение к его маршрутам, к его проблемам. Если вы все-таки желаете участвовать в походах женщины-близнеца, тогда разверните дело таким образом, чтобы у вас были общие выезды, общие поездки. Путешествовать, менять места – это одно из самых любимых занятий женщины-близнеца. Поэтому ваши выходные должны быть не просто скучные просижения возле телевизора. У вас должны быть какие-то посещения театров, вернисажи, выставок, выезды на природу, лыжные прогулки. Женщины-близнецы любят спорт, если даже они не занимаются спортом как таковым. Любят массовые сборища, там где много народа, то есть посещать футбольные матчи, ну любые, собственно говоря, спортивные мероприятия с большим количеством людей. Знаки воздуха толпы не боятся к толпе, стремятся и в принципе достаточно комфортно в ней себя чувствовать. О том, что вы должны выезжать в отпуске куда-нибудь по возможности, если вам средства позволяют в экзотические страны, это уже не обсуждается. Но если это вам не по карману, то пешие прогулки или пикники, будьте любезны. Вот именно о таких взаимоотношениях мечтает женщина-близнец. Ее нельзя загнать в четыре стенки и повесить очень крупный замок. Точно так же, как она не может находиться в четырех стенах заперта, она не может заниматься ничем рутинным и монотонным. Поэтому, если заметили, мы уже говорили на эту тему, но повторение моего тучения. Если вы увидели, что ваш близнец остыл на некоторое время в хозяйственской деятельности, то есть у вас начинается мелкий бардачок и прочее, не надо ее срамить, бросаться и заставлять ее, например, исправлять недочеты. Это пройдет. А вот если вы будете проявлять насилие, то она вам сделает все назло. И к вашему бардаку добавится еще приличная порция каких-нибудь домашних безобразий. И напоследок все-таки напоминание мужьям-диктаторам, которые желают держать руку на пульсе, на шее своей супруги, для того, чтобы знать все ее расписание. Не устраивайте близнецам допроса. Правда, вы все равно никогда не добьетесь. Она вам никогда не скажет, где она была на самом деле, даже если у нее и нет повода скрывать. Потому что давление на себя воспринимает как оскорбление. Поэтому, если хотите разрушить собственные отношения, можете почаще спрашивать, где она была. Это, собственно говоря, путь в никуда. Помните, пожалуйста, что близнецы жаждут всегда блеска от своих мужчин в том числе. Женщина-близнец всегда вам будет верна. Если вы будете работать над собой, будете ей интересны. В чем работать над собой, напоминаю, это не качаться гантелями. В спортивном зале раздуваться, как мыльный пузырь и речи. Конечно, атлетическое тело приятно любой женщине. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что вы должны развиваться интеллектуально. Если она больше всего на свете, женщины-близнецы не переносят однообразие. Если вы станете для нее пресным и однообразным каждый день, она будет смотреть на одно и то же. Ей это не понравится. Возможно, ее поманят в золотые дали. И в принципе, уж так исторически сложилось, что самые счастливые женщины-близнецы, которые вступают в брак в районе 27-30 лет. Как говорится, мимолетные романы уже прошли. Пришло осознание, что идеального ничего в жизни не бывает. Женщины вот до этого возраста уже готовы для создания земного брака земными мужчинами. освобождены уже от излишней шелухи фантазии и вполне могут построить прекрасный семейный быт. Вот теперь уже точно все. С вами была Елена.